Добрый день, ребята! Давайте поприветствуем друг друга улыбкой и как будто пожмем руки друг другу. Вот мы с вами улыбнулись, и настроение улучшилось. И я надеюсь, сегодня наше мероприятие пройдет с пользой для всех. Но сначала я хочу прочитать стихотворение, которое называется «Сами и само». Написал его Виктор Лунин. Ничто никогда не выходит само, Само не приходит и на дом письмо, Само не способно смалываться зерно, Само стать костюмом не сможет сукно, Само не умеет свариться варенье, Само не напишется стихотворение. Мы делать все это обязаны сами, Своей головой и своими руками. Спасибо, что нашли время посмотреть наше занятие, Ведь у него очень много плюсов. Во-первых, возможность научиться творить своими руками, А это всегда весело и интересно. Во-вторых, у вас появится уникальная возможность Погрузиться в атмосферу вдохновения, красоты и радости. Ну и, конечно, в-третьих, на мастер-классе Вы получите информацию, Приобретете полезные навыки и умения. А для кого-то это возможность Попробовать новое интересное занятие. И как знать, кто-то, может быть, найдет свое хобби Или найдет свое призвание. Руками человек делает много разных вещей, Необходимых для других людей. Он создает красоту, которая нас окружает, А руководят руками ум и знания. Руками нужны помощники, Инструменты, машины, Которые тоже сделаны руками человека. Я хочу сейчас вам прочитать стихотворение, Которое называется «Чем пахнут ремесла?» А написал его Джанни Радари. Давайте послушаем. У каждого дела запах особый. В булочной пахнет и тесто, и с дубой. Мимо столярной идешь в мастерской, Стружкой упахнет и свежей доской. Пахнет маляр с кипидаром и краской. Пахнет стекольщик оконной замазкой. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего маслом машинным. Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате лекарством приятным. Рыхлой землею и полем, и лугом Пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыба. Только безделье не пахнет никак. Сколько не душит салод рю богатый, Очень не важно, он пахнет, ребята. Ну а сейчас я приглашаю вас на мастер-класс. Если вы хотите научиться создавать уникальные вещи своими руками, вам стоит попробовать освоить технику декупаж. С ее помощью можно делать вещь невероятной красоты. И при этом особых специальных навыков не требуется. Освоить декупаж очень просто. Что же такое декупаж? Давайте откроем книгу, которая есть у нас в библиотеке, и посмотрим, что обозначает это интересное слово. Декупаж – это определенная техника украшения, декора. Она заключает в себе возможность закрепления изображений или узора к любой вещи. Само слово произошло от французского «вырезать». Картинки для декупажа, как правило, вырезаны, и вся композиция приклеивается и лакируется. История возникновения техники декупаж относится к периоду средних веков, когда немцы начали таким образом декорировать мебель. Расцвел декупаж намного позже, в XVIII веке, вместе с модой на декор в азиатском стиле. Мастера мебели Италии, Франции имитировали весьма затратные инкрустации приклеенными картинками, которые тщательно лакировались сверху. Несмотря на то, что это была всего лишь имитация, такая мебель пользовалась огромным спросом вследствие привлекательной цены. В Англии декупажное мастерство приобрело особую популярность в эпоху королевы Виктории. Оно стало доступным большинству слоев населения. И уже в XIX веке декупажное рукоделие приобрело в Европе массовый характер. На рубеже веков между I и II мировыми войнами декупаж попал из Англии в Америку и получил там широкое распространение как хобби. А вот в России декупаж набрал популярность лишь в начале XXI века. Вы можете вырезать нужные элементы для декорирования из подручных материалов. Например, газет, журналов, салфеток. А декорировать можно мебель, альбомы для фотографий, дневнички и прочие милые мелочи, особенно радующие девочек. Созданные своими руками тарелочки и подаренные близкому человеку, бабушке, маме, папе точно не оставят никого равнодушным. Но если вы примените данную технику на необычных предметах, например, лампочках или новогоднем шарике, то у вас получится авторская игрушка. Сегодня мы с вами возьмем тарелочку и будем ее декорировать. Поверхность у нее гладкая и чистая. Сегодня мы не будем пользоваться ножницами, а получим данную картинку способом обрывания. Аккуратно обрываем рисунок. Близко к краю. У вас получился вот такой красивый и яркий рисунок. Теперь нам нужно отделить верхний красочный слой от салфетки. Аккуратно, чтобы его не повредить. Хочу предложить вам приклеить этот рисунок с помощью файла. Он так и называется. Метод файла. Для этого мы кладем на файл наш рисунок рисунком вниз. Потом берем кисточку и аккуратно смазываем клеем от середины в края. Сухого места не должно оставаться. А сейчас берем тарелочку, переворачиваем в файл и опускаем рисунок на тарелочку. А потом кисточкой отделяем рисунок от файла. Аккуратно разглаживаем рисунок кисточкой. Чтобы не было морщинок и пузырьков. отрываем лишнюю салфетку. И оставляем сушиться. У нас получилась вот такая красивая тарелка. После высыхания ее нужно покрыть либо лаком для декупажа, либо клеем ПВА. Еще один способ наклеивания рисунка. Его нужно также отделить от салфетки. Верхний красивый слой. Аккуратно, не повредив цветной рисунок. Положить на середину. Применив клей ПВА, приклеить рисунок от середины к краям. Интересно, что в старину на изготовление действительно настоящего произведения искусства требовалось нанести до 40 слоев лака. А теперь и вы, обладатель уникальной вещи, выполненной в старинном, но в то же время в таком современном стиле. И что очень важно, работа выполнена своими руками. Если вы попробовали украсить какую-нибудь вещь с помощью техники декупаж, и результат вас порадовал, советую вам не останавливаться и продолжить свое творческое начинание. Желаю вам творческих успехов! Продолжение следует...